Приветствую! На сегодняшнем занятии речь пойдет о MacroRecorder. Это универсальный инструмент для написания макросов. Для того, чтобы нам его активировать, нам необходимо правой клавишей нажать по ленте и здесь настройка ленты. В открывшемся окне нам необходимо использовать галочку разработчик, нажать икей. Теперь макрос мы можем запустить с помощью записи макроса. Нажимаем запись макроса, называем его вычисления. Горячие клавиши не даем. Здесь выбираем личные книги макросов и даем описание. Что он делает? Рассчитывает сумму, среднее, максимум и минимум. Нажимаем окей. Вот и здесь начинаем читать итоги. То есть запись макроса уже пошла. Первым мы считаем сумму. Нажимаем ввод. Протягиваем. Считаем среднее. Протягиваем, нажимаем Enter. Считаем максимум. Протягиваем, нажимаем Enter и считаем минимум. минимум. Выделяем. Нажимаем Enter и протягиваем его вниз. Останавливаем запись макроса. Наш макрос готов. Теперь, допустим, у нас есть такое же, второе же поле. И нам здесь необходимо произвести его расчет только за следующей недели. Мы устанавливаем курсор в ячейку A4, чтобы посчитать те крутоги. Нажимаем макросы. И вот наш макрос нажимаем выполнить. Да, то есть он у нас выполняется. Тем самым экономит нам большое количество времени. Если эта операция у нас происходит изо дня в день, нам необходимо назначить кнопку на этот макрос. Мы заходим в настройки панели быстрого доступа. Здесь выбираем макросы. И выбираем наш макрос вычисления. Добавляем его на панель. И здесь его изменяем. Назначаем ему, допустим, значок и отображаем имя. Допустим, пускай это будет вычисление. И нажимаем ОК. ОК. Вот. И теперь, если мы сейчас удалим наше вычисление и воспользуемся кнопкой на панели быстрого доступа, то они у нас просчитаются. С вами был Полянский Алексей. Школа Успеха. Всего доброго. До свидания.